Обнадеживающие новости Известный французский тенор Он теперь каждый вечер поет парижанам Из собственного окна Места в портере неизменно занимают соседи Настоящий аншлаг в интернете Где идет трансляция выступлений Доза лучшей мировой классики Чем не лекарство От тревоги и спровоцированного пандемии стресса Петь из этого окна гораздо более эмоционально Чем на оперной сцене Здесь я не играю Я это я И я также нахожусь в самоизоляции Как миллионы людей по всему миру Но если я могу хотя бы на три минуты в день Помочь забыть об этом ужасе Я счастлив это сделать Плохих новостей и правда по-прежнему Слишком много во Франции от COVID-19 Уже скончались более 8 тысяч человек 6 тысяч в тяжелом состоянии в реанимации И темпы распространения болезни Пока не снижаются Власти убедительно просят французов Нужно оставаться дома Самая посещаемая достопримечательность Франции Да и всего мира Эйфелеву башня сейчас стоит в гордом одиночестве Ни туристов, ни парижан Чтобы у последних не возникало соблазна полюбоваться видами весенней столицы Во время карантина Министерство внутренних дел объявило об увеличении полицейских патрулей на улицах 150 тысяч человек по всей стране Но и этого оказалось недостаточно Кадры, снятые в одном из парижских районов Не очень похожи на карантин Уставший бороться с несознательными гражданами Префект столичной полиции Накануне даже разразился гневной речью Мол, в больницы попадают те, кто не соблюдает режим самоизоляции Правда, потом публично извинялся В конце концов, в реанимации оказываются и сами полицейские Многие, кстати, на дежурстве без масок А это уже Лондон Воскресный день В парках десятки человек И никакой социальной дистанции А ведь число заболевших на острове растет в геометрической прогрессии В пятый раз за все ее долгое правление Королева выступает с обращением к британцам Призыв один Побудьте дома Хочу поблагодарить всех, кто остается дома Тем самым помогая защитить уязвимых И избавляя многие семьи от боли, которую испытали те, кто потерял близких Вместе мы боремся с этой болезнью И я хочу успокоить вас Если мы будем едины и решительны, мы преодолеем это Справиться с вирусом пока никак не получается у Бориса Джонсона После недели болезни его госпитализировали По официальным данным для проведения анализов Коронавирусом болеет и беременная невеста британского премьера Но в легкой форме тяжелой остается ситуация в Испании Страна европейский лидер по числу заболевших Более 130 тысяч человек Приближается к этому порогу и Италия Но динамика распространения вируса в стране снижается А вот в США число инфицированных продолжает стремительно расти 335 тысяч заболевших COVID-19 9,5 тысяч человек скончались Но эта цифра может быть в десятки раз больше Как заявил Дональд Трамп В следующей неделе будут для Америки самыми тяжелыми Правда потом вынужден был успокаивать население Мы начинаем видеть свет в конце туннеля И я надеюсь, в не столь отдаленном будущем Мы будем очень гордиться работой, которую все сделали Вы никогда не сможете быть счастливы, когда умирает так много людей Но мы будем очень гордиться работой, которую мы сделали Чтобы свести смертность к абсолютному минимуму Самой сложной по-прежнему остается ситуация в Нью-Йорке Американские компании фактически отменили внутреннее авиасообщение со штатом Где коронавирусом болеют 122 тысячи человек А накануне стало известно Диагноз подтвердили у двух тигриц местного зоопарка Которых, по данным СМИ, заразил инфицированный смотритель Животные, у которых заметили сухой кашель Теперь вместе со всем миром На карантине Екатерина Воскребенцева, Евгений Полойко Европейское бюро ТВ-центра Екатерина Воскребенцева, Евгений Полойко Екатерина Воскребенцева, Евгений Полойко Екатерина Воскребенцева, Евгений Полойко Екатерина Воскребенцева, Евгений Полойко